Люди сейчас в 50 и пару десятилетий назад в 50 — это разные люди. Как и раньше, так и сейчас — это, к сожалению, слепое пятно для общества. Очень многие ищут дело второй половины жизни. Это время новых возможностей. Проблема заключается в том, что люди, к сожалению, не видят то, чем они обладают. Классика — прибежище плохого вкуса. Ограничение нашего поколения не в том, что дорого, и мы не можем себе позволить, а в том, что дешево. А статусность, в нашем понимании, как мне страшно это звучит, — это единственное оправдание возраста. Тебе нравится, когда тебе говорят, что ты выглядишь на свой возраст? Слушай, если бы мне хотелось выглядеть моложе, я бы как минимум закрасила свою седину. Идет речь о другом восприятии слова «старость», «старение». Потому что сейчас даже у самых продвинутых людей, к сожалению, это слово вызывает страх. Всем привет! Меня по-прежнему зовут Ольга Чебыкина. Вы на канале «Женщины». И мы продолжаем наши удивительные, захватившие меня лично, во всяком случае, беседы с Аллой Старостиной. Алла, привет! Привет! В прошлой серии ты была в разных носках. Я сегодня вам загадала другую загадку. Разные серьги надела. Не почему. Просто потому что это две пары одинаковых. Серег по форме, но по цвету они отличаются. Пусть будет больше оригинальности в вашей жизни. Не бойтесь экспериментировать. Сегодня у нас классная тема «50 плюс». Вообще про этот возраст давай, пожалуйста, поговорим. Как по твоим ощущениям люди сейчас в 50 и пару десятилетий назад в 50 – это разные люди? То есть меняется ли отношение к этому? Какие сохраняются тенденции? И может быть ты видишь что-то положительное, когда уже 50 – это все еще впереди? Что касается того, что сохраняется, как и раньше, так и сейчас, это, к сожалению, слепое пятно для общества. Это люди, которые заканчивают свою трудовую биографию и готовятся к отходу, страшно звучит, в пенсионный возраст. К сожалению, у нас стереотипно считается, что главные события жизни человека происходят на должности. Что карьера, его работа – это то, где главный движ, и то, где он развивается, и то, где он показывает себе и людям, что он чего-то стоит и чего-то достиг. Сейчас время спрессовывается, плюс срок жизни увеличивается, и, как мы говорили в прошлом выпуске относительно семьи, есть вариант нескольких серьезных отношений в течение жизни. Также у людей есть вариант нескольких отношений с делом жизни в течение жизни. То есть у меня есть подруга, ее свекр и свекровь работали на одном предприятии 37 лет. Мне посчастливилось работать на этом предприятии по распределению полгода, и мы с ней сидели на одной лавочке, и она сказала, вот на этой лавочке свекр и свекровью в обеденный перерыв просидели 37 лет. Мне стало страшно. Ну, то есть реально у меня такое ощущение, что я бы с ума сошла на этой лавочке под этой березкой. Там реально была березка. Сейчас я сталкиваюсь с запросами людей, благодаря моему проекту «Возраст. Несрок годности». Очень многие ищут дело второй половины жизни. Причем, если дело первой половины люди выбирают либо по наводке родителей, либо по каким-то престижным соображениям, либо по совету друзей, то дело второй половины жизни здесь подход к выбору совершенно другой. Вот я помню... Это наконец-то пожить для себя, что ли? Это свобода, да. Это свобода от того, чтобы кому-то что-то доказать. Помню, когда я выбирала себе профессию после школы, у меня в рассмотрение попадали две. Либо как папа преподавать философию, и я съездила в МГУ поступать на философский, к сожалению, неудачно. Либо как мама быть инженером. Ну, что и сбылось, закончила ракетостроительное образование у меня. Вот. Сейчас ситуация сложнее. Во-первых, высшее образование уже достаточно под вопросом. Второе. Навыки люди получают не один раз, образовываясь на всю дальнейшую жизнь, а, в общем-то, серии доучиваний, доращиваний компетенции под определенный запрос, под определенную жизненную задачу. Вот. И сейчас появилась возможность реализации себя в разные периоды жизни разной. Как нам хочется с разными людьми прожить разные участки своей жизни, так нам хочется и работать в разных областях. К тому же, у кого-то произошло какое-то накопление средств, ну, проблемы верхнего уровня материальные у кого-то решены. Кто-то закрыл свои какие-то другие гештальты. Получается, что мы сейчас имеем возможность выбирать дело своей мечты. Масса есть технологий, как вы уживаете из себя свои мечты и свои скрытые желания. Я не специалист по таким технологиям. Действительно, то, что мы хотели в детстве, чем фанатели, и что мы, в общем-то, не сделали, это работает. У меня и самый бизнес на безумном увлечении шитьем был построен. Но сейчас действительно появилась возможность человеку 45+, 50+, открыть новое дело, найти новую работу. Вот. И встроиться по-новому в жизнь, уже исходя из своих внутренней склонностей. Поэтому я бы сказала, что это время новых возможностей. И у меня очень много таких подписчиков. Мне нравится твоя формулировка «очень дело второй половины жизни». Такую формулировку я встречала раньше, когда мой муж говорил мне про свою профессию. Он консультант, ну, не только, но в том числе. Он говорит, это же профессия второй половины жизни. И когда я на каких-то выступлениях это упоминаю, рассказываю, люди хватаются за эту формулировку, потому что она прекрасная. Более того, я тебе скажу, вот мы с тобой коллеги по блогингу, например, да? Вообще это вне времени. Это очень круто. И это может стать в том числе делом второй половины жизни. Любые профессии, связанные с консультативными услугами, безусловно. Мы в первом выпуске говорили про это. Опыт, стратегическое видение, огромное количество кейсов, так называемых, да? Уже решения каких-то ситуаций. Просто супер. И тоже советую от души, профессия интервьюер. Это профессия, которая может быть, конечно, профессией первой половины жизни, мы это видим. Меня настолько не страшит мое профессиональное будущее, потому что я понимаю, чем старше я буду становиться, тем я буду еще более чутким, еще более опытным человеком и интервьюером. И это будет круче. Какие примеры ты знаешь из тех, кто на тебя подписан? Что для себя люди выбирают во второй половине жизни как дело или как, может быть, такое серьезное хобби? И хорошая сразу же тенденция трансформировать то, чем ты в первой половине жизни занимался, во что-то смежное, но другое, как у тебя. То есть одно дело бизнес, магазины тканей, другое дело, когда это уже стиль, это комбинаторика, там, формирование гардероба и так далее. То есть ты взяла знания, взяла свой опыт, но выбрала современную площадку, новые средства коммуникации и тому подобное. Что еще? Давай подумаем. Смотри, хотела бы я здесь начать с одной проблемы. Я тоже из советских отличниц, как мы в первом выпуске говорили, что мышление проблемами и недостатками, оно тоже у меня в какой-то степени в крови. Проблема заключается в том, что люди, к сожалению, не видят то, чем они обладают, что они умеют и что они могут уже нести в мир. Причем не только люди, которым особо нечего показать, но и умнейшие, и лучшие люди. Вот интересный случай. Недавно на просторах Ютьюба встретила я. Знаем мы программу-редакцию Алексея Пивоварова. Я слушала его интервью, именно его путь в Ютьюб-блогинге. Он молодой человек с телека. Он новостник, вел там новостную передачу. Он пришел на Ютьюб и он, наверное, несколько месяцев, если не полгода или даже год, искал себя, где же, в общем-то, он может применить свои таланты. И в последнюю очередь он подумал о том, что... Он стал делать то, что он умел делать. Да, вот делай то, что ты делал на телеке. Это может быть кому-то интересно. Потому что момент низкой самооценки, но, может быть, Пивовару не свойственна низкая самооценка, но реально он наступил на те же грабли. И в итоге он пришел к тому, что то, что он делал где-то и когда-то было круто, и что это интересно, в итоге я из новостей смотрю только новости программы «Редакция». Вот это обесценивание прошлого опыта много раз очень мне показывало примеры людей и коучей, и консультантов по бизнесу, по финансам, по различным областям. Они в упор не видят то, что они умеют, чем они обладают, и что ту непоправимую пользу, которую они могут людям нести, к сожалению. Поэтому, наверное, это работа с психологом, работа с самооценкой. Не знаю, что это за работа, но я сама не свободна от этого недостатка, на самом деле, обесценивание своего прошлого опыта. И вот когда ты собираешь все пазлы и понимаешь, что ты делал в жизни и чем ты обладаешь, то у тебя вот поляна выбора просто простирается вот, ну, нереальная, широкая. Это и консультации по поводу того, чем ты занимался раньше. Это и комбинации твоих компетенций в том неповторимом сочетании, в котором тебе нравится это сейчас. То есть ты отбрасываешь из своей деятельности то, что тебя бесило, то, что тебя уже напрягало, почему, собственно, ты эту деятельность и забросил. Да, и берешь вот те бриллианты, которые действительно тебя драйвили, и вот из них их собираешь в твой такой неповторимый такой бриллиант, действительно. Получается, есть как минимум два таких очень проявленных пути. С одной стороны, это наши неисполненные, нереализованные мечты. То, что мы откладывали на потом, когда-то мы поделаем, а сейчас мы для денег, для карьеры, для того, чтобы ипотеку дали, там типа швее, ипшницу условно или самозанятые не дадут, а если ты где-то устроен, трудоустроен на предприятии, и десятилетия там работаешь, скорее всего дадут. Ну, то есть вот из таких соображений, или мама настояла, или еще что-то, это один путь. То есть заглядываем, мы с Наташей Кузьмичем про это говорили, тоже с героиней не принято обсуждать, заглядываем в детство, в юность, к чему лежала душа, на что горели глаза. Или вот эта трансформация твоих компетенций, наработок, не отрицание своего классного опыта и то, чем ты занимался, вот твой пример, он просто хрестоматийный, отличный. Был швейный бизнес, я пойду в стиль, я все знаю про цвета, про фактуры тканей, как носятся, кому подходят, градация по возрасту, все. Ты просто перекомплектовала отчасти те знания, отбросила бизнес-процессы, но хотя тоже не совсем, потому что ты развиваешь блог, ты развиваешь сообщество, и это тоже бизнес. Но в итоге мой проект пошел глубже, чем стиль. То есть когда я погрузилась в тему и поняла реальные запросы людей зрелого возраста, я поняла, что с годами, чем дальше, тем больше, их стиль уже не так волнует. И проблемы смысла выползли, проблемы отношений между поколениями и выползли. И я сейчас понимаю, что я уже организатор сообщества, а совершенно не стилист. А стиль – это такая цепочка, которая тянется, и безусловно, это составляющая будет в моем проекте. Запросы глубже, чем... То есть запросы в содержании, а стиль – это скорее форма. Безусловно. Но поскольку вы знаете, что на нашем канале мы за единство формы и содержания, вообще мы с Радой в наших продуктах тоже про это рассказываем, что когда мы даем там на курсе задание про передевание, это на самом деле не про то, чтобы вы научились комбинировать или собирать из того, что есть какие-то новые образы. Это про другое проживание. Вот я сегодня или в более таком креативном, молодежном виде, или я такая вопиющая элегантность на шпильке, и я тогда другая. Вот я сегодня вечером пойду выступать, я надену новый костюм, брючную очень красиво купила, тоже клеши актуальные, вот они прямо в пол на высоченном каблуке. Это сообщество бизнес-леди. То есть тут и бизнес, и леди, тут ты должна быть и женственной, в то же время как струна натянутая, потому что это соответствует контексту. Здесь я сижу в гораздо более расслабленном виде, потому что мы говорим, что возраст не имеет значения. Это вот на мне футболка из Эйчика, да? Это, грубо говоря, то, что могу я носить, а может мой сын носить. Это одинаково, и это ничего не значит. Но в контексте нашей беседы значит, что мы сейчас нивелируем, стираем эти границы. Я не могу не спросить про твой прекрасный образ. Жалею, что в первом выпуске я не спросила, с чего он состоял. Ну, мы там акцент на носки сделали. Про платок. Вот у тебя прямо страсть-любовь. Я их обожаю, но даже я, прицельно изучающая тему, где и как носить платки, не догадывалась. Скажи, пожалуйста, про этот секретик. Платок – это минное поле. Да-да-да. Это аксессуар, который при… Можно же застариться вот сюда. Да, вот этот розан сюда. То есть нарастить можно пяток, десяток, если не больше лет. Вот прямо вот в момент. А при актуальном его именно прочтении и оформлении в лук, он действительно может самый такой скучный образ вытянуть на трендовый. У меня, кстати, в Инстаграм именно аккаунте висит видео, как оформить платок. Да, это и волосы, это и вот такие подобные варианты. Действительно, масса новых вариантов на руку, на ногу, на сумку, на голову. Ну, в общем-то, в шлевке брюк, масса всего разного, интересного. Думаю, что стоит держать свое сознание открытым, можно еще, наверное, нацеплять несколько десятков таких же применений. Супер! Аккаунт, как всегда, на экране указываем в описании к этому видео. Аккаунт Алл есть. Подписывайтесь, смотрите. И там, конечно, как мы уже сказали, гораздо больше интересного, чем просто, как сочетать вещи. Видео про платок – огонь. Берите на вооружение, носите, наслаждайтесь. Можешь вообще про себя сказать, что на тебе надето? И вообще твое отношение. Масс-маркет, люксовые бренды, миксуешься, читаешься, очень интересно. Отдельная тема, и писала я про это, и, в общем-то, могу говорить, не остановишь меня, насчет изменения отношения к одежде разных поколений. Потому что, как мы говорили, что человек в возрасте смотрит на эту ситуацию немножко сверху, а не с точки сегодня. Мы в 90-е годы были здесь ранены этим. То есть мы из эпохи дефицита вдруг оказались в капитализме, и на нас хлынули красивые вещи. И мы реально захлебнулись. И действительно бренды вот этой первой волны, первой линии нас поработили в какой-то степени. И мы до сих пор в какой-то степени являемся их рабами. Сейчас растет уже новое поколение, которое по-другому относится к брендам, для которого они доступны. И сейчас высшим шиком является миксовать H&M, AliExpress, какие-то бренды первой линейки. И в этом смысле ограничение нашего поколения не в том, что дорого, и мы не можем себе позволить, а в том, что дешево. Потому что это дешево ударяет по главной нашей ценности, это статусности. А статусность, в нашем понимании, как ни страшно это звучит, это единственное оправдание возраста. Вот, поэтому серьги за полтора доллара с AliExpress, это как-то не по возрасту, и типа подруги осудят, все такое прочее. Но я не боюсь осуждения, как я уже говорила. Есть у меня серьги и за полтора доллара, которые дочка прям в лифте сняла и мне надела. На данный момент на мне костюм Масима Дутти. Платок из шелка, собственно, из сети магазинов, сам себе катюрье. Вот, ботиллионы примята. Что еще? Украшение очень красивое у тебя. А, да, это КОЗ. Обожаю этот бренд за его лаконичность. И у меня очень интересное отношение к термину элегантность и к термину элегантный возраст. В общем-то, он, конечно, имеет право на жизнь, но давайте не взводить его в абсолют. Потому что элегантность очень напоминает вот эту дурацкую историю рафинированности и вот этой вот загородочки, которая ограждает нашу безопасную территорию. Когда я училась стилистике, это было в начале, где-то в 2005, 2006, 2007 году, встретила шикарную фразу, вот запомните ее. Классика – прибежище плохого вкуса. То есть мы говорим о том, что если твоя мотивация в плане одежды не облажаться и чтобы тебя не осудили, то классика – это вот твоя безопасная территория, за которую стоит вообще не заходить. И вот эта история, она именно и обзывается словом элегантность. Это слово родом из 90-х. Когда нейминг там такой был тоже своеобразный, когда разные магазины, ателье назывались типа «Элегия». Почему мне пришло слово «Элегия»? Наверное, потому что оно с элегантности одинаково начинается. Какая-нибудь ариадна там, вот это все. Сейчас больше юмора, сейчас больше… Что-то бесспертное такое, да, уникалеченное. Да, непринужденности, такой ироничной подачи. Например, телеграм-канал есть такой по доказательной медицине, называется «Намачи манту». Это очень круто, да. Вот, я ноль в медицине, я путаю ему габин с химотогеном, но я даже подписалась вот только из-за вот этого замечательного названия. А еще встречала такое название парикмахерский салон «Покрас» или «Покрас». Ну, в общем, вот что-то такое. То есть вообще юмористическая подача и расслабленная такая история в плане элегантности – это тоже современно. И когда ты в этом пиджаке, ты даешь сигнал, что вообще, ребята, я секу фишку, я с вами разговариваю на одном языке, вот это гораздо более ценно, чем престижные марки, серьезные, такие дорогие, до зубосведения. Вот так я к этому отношусь. Это очень классная позиция, дико смешное название. Ты знаешь, я понимаю, что я из этой же серии, когда мы сделали школу интервью «Бу-бу-бу». Вот такое название, слушай, это стоило. Это огонь. Но у нас аудитория 35-40, и это предприниматели. То есть вот у нас сейчас учится парень, у него крупная строительная компания, другой занимается металлопрокатом, ресторатор, владельцы юридических компаний. И был, на самом деле, только один человек, и я хорошо с ним очень дружу, и я его так троллю даже немножечко. Он говорит, тебе не кажется? Он потом у меня учился в итоге. Он говорит, ну тебе не кажется, это какое-то как для подростков, это что-то несерьезное. Но он же пошел учиться. Да, конечно. Я говорю, когда я слышу, там типа школа ораторского искусства и публичных выступлений, ну это такой нафталин. В смысле? Ну Сократ уже вообще все сказал, как надо выступать. Сначала в выступлении расскажи, о чем ты собираешься сказать, потом расскажи это, а в заключительной части повтори, о чем ты сейчас рассказывал. Это формула выступлений по Сократу. Вот, в принципе, все уже сказано, пройдено, пережевано, и в Смоле застыло вместе с доисторическими насекомыми. Поэтому школа интервью бу-бу-бу, а каналы доказательной медицины на Мачу-Манту. В общем, какие у вас там бизнесы есть, подумайте, может быть, о ребрендинге вот в такую креативную сторону. Это же способ оставаться актуальным, современным. О, я поняла, про что мы сейчас поговорим. Я писала пост про это. Например, современная музыка. Я в порядке культурного обмена своего опыта с опытом нового поколения, я реально включаю и смотрю, что они смотрят. То есть вот насколько это важно, там, не знаю, англицизмы в языке, не бесит ли тебя. В языке это вообще отдельная тема. Помогает ли это, ну, как бы чувствовать, что ты не отстал от жизни? Для меня это тема долгих дискуссий с возрастной аудиторией и такого прицельного и сильного хейта. Именно слова нового времени. На самом деле в одном интервью очень серьезного человека, более того священника, я подчеркнула такую мысль, с которой я очень согласилась, что наше время – это не то время, когда нам было 20. Наше время – это все время нашей жизни. Вот сейчас, вот то, что мы сейчас здесь в 20-х годах 20-го века, это тоже наше время, если мы в нем живем. И те слова, которые являются словами этого времени, это наш с вами язык. Как бы мы с вами не сопротивлялись. На самом деле, недавно набрела на такое выражение из Евгения Онигина, Пушкина. Он там пытается описать, как же выглядел Евгений Онигин, но потом забил на это дело. Говорит, ну, панталоны, фраг, жилет, подобных слов на русском нет. Ну, то есть получается, что и панталоны, и фраг, и жилет тоже были когда-то теми самыми иностранными словами, французскими, я думаю, которые осуждались людьми, в общем, настолько все это относительно. И я считаю, что если человек употребляет слова нового времени, то он конкурентен в действительности. Я за, сколько бы ни было хейта. Тем более, к хейту я отношусь, как мы уже выяснили, нормально. Да, но хейт – это тоже англицизм, но теперь все уже понимают. Конечно, мы просто употребляем это хейтить, это просто глагол в русском языке сейчас. Пожалуйста, можете проспрягать и так далее. Все, все понятно, это уже так есть. Очень классно, да, что мы про это заговорили. Мои дорогие, привет еще раз. Это по-прежнему я, и вы по-прежнему на канале «Женщины». Спасибо огромное, что смотрите нас, что откликаетесь, и что такими быстрыми темпами мы прирастаем в нашем сообществе. Я уверена, что к Новому году это будут грандиозные показатели, такие промежуточные предварительные итоги, которые мы все с вами любим подводить. Мне осталось только напомнить вот что. Грандиозные мечты, подводят какие-то предварительные итоги, как прошел год, и новые вызовы для себя ставят, чего бы они хотели добиться. Если перед вами стоит задача, например, выходить в онлайн, создать какой-то свой курс, вести вебинары, записывать сториз, какие-то конференции, может быть, отраслевые, какие-то выступления, когда к вам часто обращаются как к эксперту и просят что-то презентовать, объяснить и тому подобное. А вы, быть может, иногда даже отказываетесь от этих предложений по одной простой причине. Есть страх выступлений, есть страх аудитории, есть страх камеры, страх публичности, быть осужденным, неправильно понятым, выглядеть менее экспертно, чем являетесь на самом деле, и масса других страхов. Со всем этим мы работаем в нашей школе интервью, которая существует уже более двух лет. Началась она с офлайна, я этим очень горжусь. То есть мы не мотыльки, не бабочки-однодневки, знаете, такие, которые появились во время карантина, потому что была волна, и все делали онлайн, и вот мы тоже делали онлайн. Нет. Оффлайн у нас был раньше. Мы находимся в Екатеринбурге. Обучили уже более двухсот предпринимателей. Такая цифра небольшая, но у нас маленькие группы, обучение по полтора месяца длится. И только потом, проработав около года, мы создали на базе нашей школы онлайн-продукт. Его я вам и предлагаю рассмотреть в качестве приятного и полезного подарка себе, например, на Новый год. Тем более он идет со скидкой 50%. В описании к этому видео есть ссылка на основной флагманский продукт школы интервью. Это курс «Говорите, не боятся». 24 урока полноценной энциклопедии коммуникации. Со скидкой 50% он стоит всего 2400 рублей. И важно, дается он вам навсегда. Сможете смотреть и пересматривать. По ссылке перейдете, там есть подробное описание, три больших блока, презентации преподавателей. Там даже, по-моему, видяшки есть с пробными уроками или еще что-то такое, фрагменты. Но в любом случае этот курс стоит гораздо дороже. Пользу он принесет вам огромное количество, совершенно несопоставимое с его ценой. И ниже еще найдете ссылочку на 5 моих мастер-классов за 690 рублей. Это для тех, кто никак не может решиться записать свое первое видео или выйти в первый эфир. Вот там я по шагу инструкцию даю, что вам нужно сделать. Вот если вы никак не можете начать, ментально уже готовы, но никак-никак не сделаете первый значимый шаг к записи и публикации видео. Если вы в совершенстве освоили искусство прокрастинации, но искусство решимости вам еще не поддалось, для вас эти мастер-классы. Я публика камер, они называются, 690 рублей. Ссылка на них также в описании к этому видео. Продолжайте просмотр. И спасибо, что вы с нами. Когда скончался великий и могучий Карл Лагерфельд, всплыло очень много там статей, его интервью стали делать саммари, выжимки, переводим. И там я наткнулась на статью, где были приведены его прикольные цитаты. Загуглите, вы тоже ее найдете. Близко к тексту, значит, по смыслу ее повторю. Когда вы употребляете вообще само это выражение вот в наше время, или когда вы сетуете о том, что времена изменились или какие-то не те, это значит, что ваше время уже прошло. То есть это вот как раз, если в вашем лексиконе такой маркер, есть выражение, а вот в наше время, все, это черепаха тортила. То есть это сколько бы лет вам ни было. И мы любим сравнивать даже в нашем возрасте. Вот в нашем возрасте, или а вот когда мы учились, а когда мы устраивались на работу, мы легко хотели фигачить бесплатно. Я полгода работала вообще за 0 рублей, 0 копеек, ради опыта работы на себя. А сейчас приходят ребята и они такие, в смысле, какой оклад будет за сколько часов и тому подобное. И в такие моменты очень хочется сослаться на наше время, но я себя сдерживаю. Помониторьте, а вы как? Можете написать про это в комментариях, это не конкурсное задание, просто такой момент для рефлексии. Как думаешь, есть разница? Вот иногда 10 лет это принципиальное отличие, это пропасть, а иногда она нивелируется. Вот у меня с мужем 7 лет разница, он у меня старше, мы ментально одинаковые люди, то есть культурный контекст даже одинаковый. Мы как будто бы ровесники. Мне 37 лет, но когда я встречаю иногда таких 30-летних, мне хочется их усыновить или удочерить, абсолютные дети, то есть и в отношении к жизни, и в том, как они выглядят, и себя ведут. 50-летние и 60-летние, это разные поколения сейчас? Вот есть ли это пропасть в 10 лет, например, в этом сегменте? Недаром этот тренд называется Flat Age Society, либо, если взять перевод кальку, плоский возраст или общество без возраста, что сейчас возраст как критерий, в принципе, уходит на второй план. Я думаю, что если ты пороешься в своей памяти, ты найдешь и 20-летних, которые не нашли себя, неконкурентно времени, и 30-летних. У меня есть несколько человек в памяти 75-летних, которые вполне в ритме момента сегодня. То есть я бы сказала, что все индивидуально здесь. Да, безусловно, это сложное было поколение, то, кому сейчас 60, но, собственно, и мое тоже недалеко от этого ушло, потому что здесь ценности, в которых это поколение воспитывалось при СССР, резко оказались на сломе, пошла новая жизнь, и не все сумели адаптироваться. Вот. Я думаю, чем дальше история будет идти, тем вот эта ситуация сгладится, и возраст чем дальше, тем больше будет терять свое такое вот значение. Слушай, ну на самом деле, вот теперь ближе к земле. Вот пишет человек резюме. Вот если у него нет возможности работать на себя, заниматься каким-то там творчеством, блогингом, все-таки нет такой финансовой подушки, и пытается устроиться на работу. Но вот графа возраста, она до сих пор существует, и более того, зависит, как мне кажется, от конкретного человека. На местах. Вот в Ичаре сидит человек, который понимает, который смотрел фильм «Стажерно», который мы ссылались в первом выпуске, и зовет 45-летнего, 52-летнего человека, ожидая от него что-то интересное. Или, ой, нет, 42, это все пока, типа только до 35, и так далее. Что с этим делать? Как ты думаешь, не знаю, какие-то тенденции, говорят ли нам о том, что сменится парадитм, что все-таки работодатель, корпорации обратят внимание на людей опытных? Приведу пример противоположный. Я нанимаю себе завсклада. Я вместе со своей сотрудницей HR составляем резюме на HeadHunter. Ну и я говорю, так, возраст от 35. Она говорит, почему от 35? Я говорю, ну типа уже возраст ответственности. Она говорит, вот мне полгода назад исполнилось 35. То есть я полгода назад была безответственная, а тут резко карета превратилась в тыкву, и я стала вдруг в один день ответственной. Так что ли? Я так перезагрузилась, в общем, и поняла, что мои ограничения, в данном случае в нижнюю сторону, они несостоятельны. Что касается верхних ограничений, я знаю, что сейчас за рубежом очень многие работодатели ищут себя сотрудников в возрасте. Потому что, во-первых, это бесценный опыт решения сложных проблем, выхода из сложных ситуаций. А в другом смысле, это база контактов широчайшая, которую человек наработал за десятилетия своей деятельности. И реально эти люди оправдывают свое, вот то, что их взяли, то, что на них возложили доверие, потому что их берут на топовые даже должности. Обычно это того стоит. У нас ситуация обстоит пока хуже. Но я хочу сказать, что вот эта оголтелая борьба с ижизмом, которая сейчас идет, я боюсь, что она тоже рискует оказаться перегибом. Потому что, вот смотри, вот, например, пришла бабулька в носочках, в кондонаст, типа, девочки, возьмите меня на работу. А я почему-то не берут. Но, блин, и джизм, да? Да, кондонаст, это издательство, которое издает ВОК, например. Да. Супер мировой глянец. Стоп. В общем, если мы возьмем фильм «Дьявол носит Прада», примерно транслируем эту ситуацию, то есть это примерно такого же плана, рафинированность, понимание фэйшн, и вот такой высокой планки фэйшн во всем. И тут человек приходит возрастной, совершенно просто не в теме, его не берут, естественно. Кстати, вот ту девочку, которая в фильме «Дьявол носит Прада» тоже не хотели брать, и не странно, что не хотели брать. И он говорит, блин, и джизм вообще, вот как к этому относится? Вот я все время про это говорю, потому что, когда говорят, что меня уволили из-за возраста или меня уволили, или не взяли на работу, потому что я нетрадиционной сексуальной ориентации. Да ты можешь быть дерьмовый работник просто. Вот. Но прикрыться вот этим каким-то маркером, каким-то клеймом, использовать это в обратную сторону очень легко, и многие это делают. И девочки приходят устраиваться на работу, зная, что они беременные, и не говоря об этом работодателю, я считаю, что это предательство, это точно так же нечестно. Я вообще за честность всегда. Вот хотел рассказать одну ситуацию. Значит, когда я летела в Екатеринбург, давно перед этим не летала, и давно не вызывала такси, в Москве передвигаюсь на своем купере кантримене, в общем, собственно, как-то индустрии такси от меня была далека. И тут я вызвала такси, приехала с получасовым опозданием женщина, которая всю дорогу проклинала все вокруг пробки, ограничения скорости, камеры, попутных водителей, в общем-то, то, что нужно ехать в аэропорт, и зачем мне вообще понадобилось понедельник с утра в аэропорт, и все такое прочее. В общем, и в итоге вот этот негатив, которым она сорила, суммировался во фразу «Как меня все это бесит?» в смысле ее. Я не могла не задать вопрос, собственно, а почему... Что делаешь здесь ты? Да, Она сказала, ну, а что делать? Типа, я же уволилась из стюардесс. Почему я говорю о честности? Ситуация была следующая. Она работала стюардессой, им подрезали суточные, и она решила в знак протеста собственно нарушать все регламенты. Она ходила не с того цвета обувью, колготками, прической, опаздывала на работу демонстративно, типа, она также проявляла свой протест. Я понимаю, что я человек со словом «анти», моя книга даже называется «Антиподиум». Мне стало интересно, думаю, вообще, как ее там извилины, вот в какую картинку складывались. Я говорю, а вы считаете это честно, что вы подписались на определенные условия и вы их не выполняете. Она говорит, ну типа, пускай нормально платят. Я говорю, а кстати, раз вы как бы за эти условия должны были получать эту зарплату, вы случайно от зарплаты не отказались? Ну, по ее, тому, как она хмыкнула, я поняла, что она не отказалась. В итоге ее уволили, и в итоге, потому что ее бригадир заложил, что она не выполняет регламенты, и она бригадира считает стукачкой. И я спросила, а вы реально считаете, что она не права, что она донесла вот эту ситуацию до начальства? Ну, конечно, в итоге она таксистка, и в итоге она рулит так же хреново второй половиной своей жизни и делом второй половины жизни. Так что, я считаю, что ценности это главное. И здесь нарушены были две мои главные базовые ценности, это ответственность и честность. Ну, вот, может быть, кому-то покажется это высокими словами, но действительно, я вижу это так. Это очень крутая история, очень показательная. И, пожалуйста, давайте мы сегодня опять с вами глубоко говорим, подумайте. Работа в найме и работа самостоятельная на самого себя для меня нет градаций. Для меня фраза работать на дядю непонятно. Ты работаешь всегда на себя. Кем бы ты ни был, какую бы ты должность ни занимал, ты работаешь на свой опыт, на свою реализованность, на свой кайф от этой жизни, на свои деньги, которые ты кладешь в карман. А вот эти люди, которые, вот как мы говорили, если у вас есть фраза, а вот в наше время, если у вас есть вот это, а работать на дядю, это не дядя, это человек, благословляющий вашу деятельность, который точно так же бьется за вас, чтобы у вас, у него, у всех были деньги. То есть, это гораздо больше уровень ответственности. Вот. Про это тоже можно подумать, выбирая вот свой этот путь. И в отличие вот, да, от той таксистки, ведь можно же не облажаться второй-то раз. Ну, я считаю, что больше и больше людей, для которых вот эти ценности, про которые я говорю, имеют значение, проводило анкетирование своих подписчиц и других людей, вот знакомых, моих знакомых, именно как я вижу целевую аудиторию моего сообщества. Я понимаю, что мы недооцениваем какой-то средний уровень людей. Действительно, очень много людей, которые формируют свою жизнь по ценностям, для которых ответственность, честность очень большое имеет значение. И вот, если мы говорим о верхних ценностях, вот самых значимых для этих людей ценностях, это первое, искренность и честность. Меня, кстати, это удивило. Второй момент. Очень многие люди хотят развиваться саморазвитие, прямо вот в первых строках, ответственность. Вот, безусловно, это семья, отношения с близкими и самоирония, ирония и юмор, что меня очень порадовало. Поэтому, когда ты говорила по поводу названия твоего, твоей школы интервью, у меня есть ощущение, что этому человеку это тоже название, в принципе, зашло. Просто он опасался за другую часть аудитории, которую он слегка недооценивал. Мы очень недооцениваем людей, очень много классных, умных людей вокруг нас. Мы считаем, что их меньше, чем есть на самом деле. Да, это верно. И равно, как и верно, то, про что мы с тобой уже тоже затрагивали, что мы о себе часто думаем хуже, чем мы есть на самом деле. Возвращаясь к искренности, короткий вопрос. Правильно я понимаю, что приврать про возраст это вообще не про тебя история, потому что это распространенная тема? Мы уже говорили о том, что многие были бы счастливы услышать, что они выглядят моложе, чем есть на самом деле. Мне это не очень понятно, но ок, пусть будет так. Тебе нравится, когда тебе говорят, что ты выглядишь на свой возраст? Ну, точнее, это, наверное, связано с тем, что ты не воспринимаешься как обычный 54-летний человек, женщина в нашей стране. Слушай, если бы мне хотелось выглядеть моложе, я бы как минимум закрасила свою седину, наверное. А я ни разу в жизни не красилась. Вот, скорее всего, наверное, так. Или что-нибудь подтянула, или вколола. Правда, я в этом очень плохо понимаю. Ничего не колола, не подтягивала? Нет. Ну, как бы этот вопрос, наверное, с одной стороны моей некомпетентности здесь, а с другой стороны можно сказать даже Лене, потому что столько классного вообще вокруг, ну, даже с теми же тряпочками я с большим удовольствием поиграю. Вообще, я человек крупных штрихов и разные мелкие какие-то штришки, типа, морщинок вокруг глаз на меня как-то вообще... Ну, может, я их не вижу. Ты великолепна. Напоследок хочу тебя спросить как раз про цели, такое избитое слово, но тем не менее, про перспективы развития того сообщества, которое ты сейчас делаешь. Это же как раз задача второй половины жизни. Мы говорим про то, как быть подсвеченным, как быть проявленным в 50+. Вот ты год на самом деле с небольшим схвостиком как этим занимаешься, как ты видишь, что бы тебе хотелось? Я хочу, чтобы мир изменился в этой части и я вместе с моим сообществом, которое организуется, которое уже в Инстаграм функционирует, хотели бы приложить руку к изменению этого мира, потому что есть понимание, какой этот мир должен быть и есть большое желание, чтобы моя дочка и дочка моей дочки жили бы в другом мире, где человек в возрасте именно ему воздается по заслугам, ценится его опыт, что он не пытается быть моложе, обесценить свои годы и действительно это должно быть круто. Идет речь о другом восприятии слова старость, старение, потому что сейчас даже у самых продвинутых людей, к сожалению, это слово вызывает страх. идет речь о другой культуре жизни и возрасте. Мы говорим не о том, что не надо сидеть с внуками, кто это выбирает, но есть же люди, которым это прикольно. Это в удовольствие, супер. Да, но с другой стороны, для того, чтобы сидеть с внуками, для того, чтобы наполнять этих внуков, нужно наполнять себя, потому что сосуд-то, в общем-то, из пустого сосуда ничего не выльешь. И действительно, чтобы внукам было интересно с тобой, ты должен быть вот в этом мире его частью. Я думаю, что мы об этом поговорим обязательно тоже, о том, как быть адекватными родителями, адекватными бабушками, дедушками поколения Z, и здесь тоже нужно соответствовать. У меня тоже есть такая задача, я думаю, о том, как быть адекватным работодателем, например, для поколения Z и так далее. В общем, мы все в одной лодке, это так круто, про это порассуждать и про это думать. И напоследок, классный вопрос, который я предлагаю сделать, вопросом конкурсным для наших зрителей, преимущества, которые дает возраст. Мы уже тоже тихонечко этой темы касались, да, в следующих выпусках правильно ты сказала про родительство и про искусство, быть бабушками и дедушками адекватными, у нас прям будет отдельный блок, посвященный этому. У меня длинный список этих преимуществ, я думаю, что многие из них зашиты уже в контекст нашей с тобой беседы, их реально много, и это действительно классный возраст, я его рассматриваю как возраст новых возможностей и возраст свободы, вот что самое главное. Итак, ждем от вас под этим выпуском в комментариях преимущества, которые дает возраст. Если вы смотрите и вам 20 лет, супер, вы пишите о том, какие преимущества вам дает то, что вам 20. Если вам 47, вы пишите про то, почему круто, когда 47 и так далее. Это могут быть промежутки, что типа с 30 до 40 я ощутила и далее по списку. Давайте составим самую большую, полную, воодушевляющую энциклопедию того, что любой возраст приколен. И, Алла, как всегда, ты выбираешь комментарии. Да, я прочитаю с удовольствием все комментарии, мне будет безумно интересно, и я выберу самый классный. Да, и самому классному будет подарена книга, автобиография, но я уверена, что те, кто посмотрел выпуск, и если вас зацепила наша беседа, то книга, это, конечно, то, что вам захочется прочесть. Итак, обязательное условие подписка на канал женщины и подписка на инстаграм Аллы, который тоже в описании к этому видео будет. И ответ на вопрос преимущества вашего возраста. Обнимаем, целуем, до встречи в следующем выпуске. И мы с тобой поговорим о, классно у нас, 6 факторов, по которым считывается возраст. Красота 45+, то есть мы чуть-чуть возрастной ценз понижаем, более широкие круги аудитория захватывая. Классно? И маленький такой проброс, что то, что мы считаем засвечивает возраст, это не есть то, что реально засвечивает возраст. Субтитры создавал DimaTorzok